Чек-лист по дизайну кухни. Коротко о самом важном. Главные детали, о которых никак нельзя забывать при заказе кухни. Но почему-то все забывают. Если мы с вами еще не знакомы, меня зовут Попова Екатерина и я дизайнер интерьера. Расстояние между мойкой и варочной панелью должно быть не менее 60 сантиметров. Процесс готовки происходит таким образом. Достали из холодильника продукты, помыли, порезали и в сковороду. Самое удобное расстояние 80 сантиметров. Процесс готовки происходит как раз между этими предметами, между мойкой и варочной панелью. Устанавливайте измельчитель отходов. Во-первых, мусора у вас станет в 2-3 раза меньше. К тому же, не за горами обязательная сортировка мусора. И у вас будет на одно ведро меньше. Ну и в-третьих, это просто очень удобно. Измельчитель можно поставить и после установки кухни. Учтите, для установки такого оборудования у раковины должен быть диаметр сливного отверстия 90 миллиметров. Для узких сливных отверстий можно найти переходники, но они быстро забиваются. Также предусмотрите розетку для этого чудо-прибора. Выбирайте широкие и глубокие раковины вместо мойки с двумя чашами или мойки с крылом под сушку. На мой взгляд, эффективнее установить одну большую мойку. В ней станет гораздо проще мыть сковороды с антипригарным покрытием, которые, кстати, не рекомендуют мыть в посудомоечных машинах. А также большие кастрюли и чугунные казаны. Высокий смеситель с выдвижным шлангом также облегчит мытье крупной посуды. С выдвижным смесителем намного проще помыть саму чашу мойки или необходимые продукты, направив струю в нужную сторону и на необходимое расстояние. Нередко мойку устанавливают в угол кухни к стене. Я не советую так делать. Выбирайте отступы от стены, так как вам будет комфортно проводить все мероприятия у раковины. Рекомендую устанавливать фильтр питьевой воды, чтобы не покупать бутилированную воду, не тратить на это деньги и захламлять природу пластиком. Для фильтрованной воды можно сделать отдельный краник или приобрести смеситель с двумя изливами. Если в вашей семье есть дети, то вы можете установить сушку для посуды в нижней части кухни. Иначе невысокие обитатели квартиры постоянно будут вас звать, чтобы достать кружку или будет происходить вот так. Дверки у верхних шкафчиков кухни можно делать развяжными, а не распашными. Так вы сохраните свою голову в целости и сохранности. Обратите внимание на материал кухонного цоколя. Если это МДФ, то со временем он обязательно деформируется. Разумнее выбирать цоколь из пластика или металла, они не боятся воды. Самая прочная столешница из кварцевого камня. Она не боится горячих кастрюль, пятен от вина или свеклы. И ее практически невозможно поцарапать. Столешницы из МДФ со временем потеряют внешний вид. Также они не любят влагу и деформируются, если на них поставить горячее. По возможности устанавливайте духовые шкафы на высоте от пола 60 или 90 сантиметров. Вам не придется наклоняться и доставать горячий противень. Если у вас электрическая варочная панель, выбирайте индукционную. Быстро, экономно и безопасно. На эту тему у меня есть отдельное видео. Ссылку оставлю внизу в описании. Пластиковые уголки между столешницей и фартуком, как я вижу, устарели морально. Лучше вообще без уголка. Выбирайте на кухню компактные кухонные диванчики. Они сделают помещение уютнее и выручат, если у вас решили приночевать гости. Когда позволяет пространство, не приставляйте кухонный стол к стене. Выбирайте место по центру кухни, окружите его стульями. В случае маленькой кухни, когда другого варианта нет, позаботьтесь о покрытии стены, иначе столешница и спинки стула могут испортить ее внешний вид. Имейте в виду, встроенная бытовая техника гораздо дороже отдельно стоящей. Подумайте, стоит ли заморачиваться со встроенным холодильником или можно купить обычную модель, которая прекрасно пишется в ваш интерьер. Под столешницей находится морозильник, который уже был у хозяйки. Мы просто оставили нишу и установили его сюда. То же самое касается посудомоечной и стиральной машин. А что для вас самое главное на кухне? Дополняйте мой чек-лист. Обязательно подписывайтесь на канал и очень вас прошу, поставьте лайк этому видео, чтобы поддержать его. Всем пока, до новых встреч!